Кто знает доказательства про корень из двух с такой картинкой? Ну давайте вначале развлечения, я четкоерару вам, что корень из двух рациональный. Что значит, что корень из двух рациональный? Значит, он не равен отношению двух целых чисел. Ну или если вот просто никакая дробь в квадрате не дает два. И m в квадрате не равняется 2n в квадрате. Ну и это, если говорить словами, что у квадратов с целыми сторонами, что площадь одного не может быть двое больше площади другого. Площади не могут отличаться в два раза. Нужно доказать, что у квадратов с целыми сторонами площади не могут отличаться вдвое. Может быть, кто-нибудь уже сообразил, к чему была эта картина. Пусть есть квадраты, у которых площадь отличается вдвое. Вот какой-то квадрат такой и другой квадрат поменьше. Давайте этот меньший квадрат нарисуем внутри большего. Вот у него площадь вдвое меньше. А мы получим меньше, что а. Давайте же нарисуем картинку полностью. Нарисуем второй квадрат, у которого тоже площадь двое. Получим, что средний квадрат проведет площадь вдвое. Значит, смотрите, вот эти два квадрата, вот этот квадрат и этот квадрат, они вместе должны давать целый квадрат. Но они перекрываются с одной стороны, а с другой стороны не все покрывают. Вот эта часть у нас покрыта дважды, а эта часть недопокрыта. И что? Получается, что у этого квадрата с плюсом два раза больше. Получается, что то, что мы покрыли дважды, как раз компенсируется вот этими двумя квадратами. И что? Получается, что площадь этого квадрата с плюсом два раза больше. То есть вот этот плюсовый квадрат вдвое больше минусового. То есть мы начали с некоторого контрпримера с целыми сторонами. А получили контрпример тоже с целыми сторонами. Ну, кстати, если у этого были стороны m и m, то какие у этих квадратов стороны? m и m. Это будет m минус n. А эту по какой будет сторонам? m половину. Мы из n вычитаем m минус n. Получается 2n минус n. Ну, давайте, кстати, проверим алгебраически. Если у нас было, что m в квадрате равно 2n в квадрате. Отсюда должно следовать, что вот этот плюсовой квадрат двое больше минусового. 2n минус n. Отсюда должно следовать, что вот на этой картинке это вроде видно. Вот давайте на всякий случай еще раз проверим. Что 2n минус n в квадрате равняется 2m минус n в квадрате. Давайте проверим, что здесь нужно. Здесь будет 4m в квадрате, да? Что там дальше будет? Минус 4mn. Минус 4mn плюс m в квадрате. А справа что должно быть? 2m в квадрате. Минус 4mn плюс 2n в квадрате. Это сокращается. М в квадрате. Отсюда справа остается m в квадрате. А слева остается... Слева остается 2n в квадрате. То тогда вот это равно это. А это число меньше. Это ровно та самая картинка, которая была. Что если меньше квадрат равен половине большего, то вот этот минусовый квадрат равен половине плюсового. Возьмем минимальный квадрат фример. Ну, получается, что есть какой-то есть квадрат фример, Мы нашли квадрат фример поменьше. Ну, а если есть хрень, мы можем повторить все это. Нарисовать вот этот, и внутри него вот эти. Получится еще меньше квадрат фример. И так получится все дальше, дальше, дальше и дальше. И ясно, что уменьшаться в бесконечных акт не может. Получится противоречие. Это научно называется метод бесконечного спуска. А про кольный из 3. Как бы Вы стали доказывать? Точно так же это как? Что надо делать в корень из труб? Ну геометрически нет, давайте уж так сказать. Если вместо вот этой картинки, какую надо нарисовать картину? Нужно нарисовать что-то и внутри него три меньших таких же. Вот треугольник? Давайте, нарисуем правильный треугольник. И внутри него нарисуем что? Те маленькие треугольники? Значит, этот треугольник, мы должны доказать, что треугольник с целой стороны не может быть втрое больше другого треугольника с целой стороны. Давайте нарисуем вот этот другой треугольник, который гипотетически в три раза меньше. Почему этого не бывает? Смотрю. Вы получили что, площадь среднего треугольника? Здесь у нас перекрываются дважды где? Вот этот дважды перекрывается, вот этот и вот этот? Один не перекрывается. Один не покрывается. Один не покрывается. Теугольник? Один нести. Один, один, все. Один нести. Один, два поменьше треугольника, а один в три раза больше площади. С треугольником получилось. А с четырёхугольником что нужно сделать? В четыре раза меньше площадь. Если мы снова нарисуем, вместо треугольника, квадрат и нарисуем вот такие квадраты, то как раз получится, что возможно. Но неудивительно, корень с четырёх действительно рациональный, это два. А что интересно, что с пятиугольником уже так не получается. Непонятно, если нарисовать внутри пятиугольника, нарисовать пять поменьше пятиугольников, то получится какая-то совершенно... Это связано с некоторыми проблемами, я вот сейчас не берусь рассказать точно, это надо посмотреть, но это, может быть, вы помните. Была такая проблема в истории математики. Значит, есть какая-то классическая древнегреческая книга, в которой написано, что вот какой-то там философ такой-то доказал, что иррациональные корни из двух, корень из трёх и ещё какое-то количество корней. Но не все. То есть вот в какой-то классической книге перечислят некоторый набор корней, про которые философ доказал, что они иррациональны. Соответственно, возникает такой вопрос. Как же он рассуждал? Как же надо придумать какое-то рассуждение, которое в этих случаях годится, а в других случаях нет? Потому что если мы начнём рассуждать научно, то там получится сразу для всех чисел. Ну, как вы, наверное, знаете. Соответственно, надо восстановить мысли философа, чтобы понять, почему он уперся в эту проблему. Ну вот, если бы у него было только корень из двух и корень из трёх, тогда можно было бы подумать, что он вот так вот. Нет, есть ещё одна картинка. Ребят, по-моему, для корней из пяти. По-моему, для корней из шести. И точно есть ещё одна картинка, в кванте это было. Более того, даже я писал. Я видел, кстати, про историю математики. По-моему, у вас интеллигенция, я тоже могу посмотреть. Но сейчас не помню. Это просто интересная задача. Это такая дефективная задача. Как должен был создать человек, чтобы смочь доказать вот это, но не смочь доказать следующее.